Всем доброе утречка! Ну мы переночевали здесь. Так, мы хвалили-хвалили эту комнату, на самом деле было очень душно. Вот вверху, мы там спали над крышей, было очень душно, и мы только утром поняли, что нужно было просто вот тут окошко открыть, а у нас окошко было запечатано. Ну, может быть, помогло бы, может быть, не помогло, непонятно, но прям душнота была. Но мы всего лишь переночевали, сейчас собираемся, нам уже нужно идти на поезд, сейчас 9 утра, мы только встали, там уже когда свет выключен, света вообще нет, и можно спать, мне кажется, целый день, потому что полностью темнота. Спали до 9, а поезд у нас 12, сейчас соберемся, чай попьем там на кухоньке, и тут кухня отдельная, и все, поедем. У нас сегодня чай вот с этими калевешками, вообще не помню, как они называются, помню, что там что-то в калеве. Доедаем. Они вкусные, но получились очень жесткие, может быть, потому что растаяли, мы их по чуть-чуть кушаем. Смотрите, какая тут красивая тарелочка стоит. Я прям сижу, разглядываю, такая красота. Нам уже надо спешить, мы вот себе чай попить уже пол-одиннадцатого, нам сейчас срочно уже выходить, чтобы хотеть разобраться, ваш вокзал большой, наверное, на свойственное. Да, еще бы что-нибудь купить-то с собой в дорогу. Гренка вчерашняя. Одну блинку с собой забрали, не доели вчера. А я ем вот такие вот вкусняшки. Очень вкусные, но... Сергей говорит, что это просто сахар. Ну, мне нравится вкусняшка. Сахар с медом и мука. Сахар с медом и мука. Очень вкусно приготовлено. Вот такая здесь кухонька. Один холодильник большой. Тут вот второй большой холодильник. Микроволновка есть. Там плита, раковина, посуда есть, если нужно. Но остальные номера, они четырех. Четырехместные, да. У нас был вот одноместный, можно сказать, но мы там двоим были. А остальные номера тут, как хостел, четырехместные. Нам сказали, что у нас экспериментальный номер. Что они потом планируют много таких делать. Но пока вот решили один сделать, посмотреть, будет ли он пользоваться популярностью. Я думаю, он тут пользуется. Он хороший, да. Нам понравился. Ну, душновато, но надо было просто окно на ночь открыть. Что-то мы не подумали. А, смотри, я там даже фильтр для воды вижу установлен. А, отлично. У меня еще сегодня опухла немножко рука, вот даже посинела. Пришлось снять обручальное кольцо, перевесить на другую руку. Потому что я боюсь, что его потом вообще не сниму, если еще чуть-чуть опухнет. А вообще опухает именно мизинец и вот эта часть руки. Рука не болит. То есть сейчас она не болит, если я ее не двигаю. То есть пальцами, ну, даже если я вот так пальцами двигаюсь, все равно не больно. То есть она просто опухла. И все. Больно именно вот прям сжимать, разгибать. А вот чуть-чуть двигать, нет, не больно. А если я облокочусь, то будет больно. Так, ничего плохого мне по этому поводу не пишите. Потому что если вы смотрите это видео, то, скорее всего, уже все это прошло, закончилось. И есть какой-то итог, результат. Поэтому я это все снимаю. Поясню просто. Влоги сейчас должны идти с огромной задержкой. Поэтому, если вы смотрите это видео, как минимум прошло уже дня 4, может быть, даже больше. Поэтому можете просто спросить в комментариях, что в итоге случилось с рукой. Что там вообще. Ну, мне кажется, это просто ушиб, не перелом. А пух, ушиб, он потом спадет. Вчера болело, сегодня нет, не болит. И я даже спала нормально, ничего не болело, не гудела. Мы вышли, тут так тепло. Я чуть думаю, даже сейчас свитеры упарились. У нас до вокзала всего лишь, чтобы дойти, нужно 350 метров пройти. Поэтому мы сейчас идем потихонечку. Коллега тебя не догоняется. Так, идем помедленнее. 350 метров будем идти долго. Мы специально выгрузим поближе к вокзалу. Да. Чтобы нам было по пути, чтобы лишнее не ходить. Коллега. Ну ничего, что я сказала. Кромоножка. Да, Кромоножка. Да, Кромоножка. Ой, что-то упало. Сейчас по пути найдем что-нибудь, чтобы с собой входит взять, покушать. Купим. И все, пойдем сразу туда. Дневная Казань. Я так понимаю, вокзал вот. Прямо перед нами. Здесь такая аллейка небольшая. Можно было по этой аллейке пойти. Там все еще снег лежит. Для меня прям удивительно, что такая погода теплая и снег. Сейчас на улице градусов, наверное, 16. На солнце, может быть, даже побольше. Я взяла с собой куртку. Все это время ее с собой таскаю. Но пригодилась мне она только один раз. Вот самый первый день, когда мы пошли в магазин, я надела куртку. И мне было тепло. Больше я ее не надевала. Но я ее брала с тем условием, что вдруг дождь пойдет, будет холодно. Или мы вдруг ночью поедем на вокзал или на самолет. И тоже будет холодно. Что вот нужна куртка. А в итоге она мне и не пригодилась. Вчера, конечно, можно было бы вечером надеть куртку. Но так как мы выезжали днем гулять, выходили, она мне днем была не нужна. А вечером мы уже не заходили, чтобы переодеться. Поэтому и гуляла вот в этой джинсовой. Очень удобная джинсовая куртка. Прям я не пожалела то, что я заказала. Классная. Смотрите, идем мимо Second. Это свалка называется. Мне так и хочется зайти. Смотри, какое необычное оправдание. Пойдем зайдем. Посмотрите, какие классные вещи тут. Мне кажется, можно поискать что-нибудь интересное. Вообще прикольно. Я думала, тут только одежда. Нет, тут прям много всего интересного. Телефоны с дисками. А вот там одежда. Гляньте, тут даже открытки есть с разных городов. Вот с Волгограда есть. С других городов тоже. Книжечки. Кассеты. Вон целая куча лежит. Видеокассеты. Фотики. Телефоны кнопочные. Смотрите. Смотрите, какой красивый вокзал. Мне кажется, в Казани каждое здание одно лучше другого. Вообще. Это законно. Очень красивый вокзал. Он современный, наверное. Да, там что-то современная какая-то часть. Все вот с той стороны тоже какая-то часть. Возможно, это просто длинный такой вокзал. А тут еще фонарики вот висят. Наверное, ночью тут тоже очень красиво. А на том здании показано время. Я теперь отлично его вижу. 11.14. 17.04. Дата. И температура горит. И 23 градуса вот на солнышке. Давай ты тут подождешь, а я сбегаю, схожу за едой. Это не лавка. Вот, Сережа, лавки по кругу. Это фонтан. Мы прошли на вокзал. Вот наш поезд стоит. Давай перелезим здесь 2 метра. Я говорю, если хочешь лезть. У него просто нога болит. А нам придется подняться туда. Вот так вот. Еще вот так. И чтобы попасть вот к этому поезду. Вроде рукой подать. Но такой путь надо будет сделать. Вот тут можно было зайти. А мы через вокзал прошли. Через красивый. Вот. Тут все обозначения подписаны. Все удобненько. Нам на второй путь, значит, вот сюда. Лифт? Не знаю, Сереж. Это иди не по ступенькам. Там же есть спуск для коляск. Иди по нему. Вот второй путь. Пойдем. Там сюда. А, нет. Тут нет для колясок. Я думала, тут есть для колясок. Там был, когда поднимались был. Когда спускаемся, нет. Вот все. Отсюда Казань видно. Ну, небольшую ее часть. Ладно. Пока-пока, Казань. Мы дальше отправляемся. К себе домой. Вообще, конечно, уже по деткам соскучилась очень сильно. Сегодня три раза маме звонила по вайберу. И что-то она трубку не взяла. Вечером еще позвоню. Каждый день, естественно, с детьми общалась по вайберу. И звонила просто так. И несколько раз в день звонила. Уроки пересылала. Наш вагон тут недалеко. Надеюсь. Но это второй. Наверное, как первый. Садимся. Мы зашли в поезд. Я сейчас скажу, наверное, шок-контент. Но я, наверное, в поезде тоже не ездила. Как на самолете. Я так так в поезде ездила. Не, я ездила в поезде. Наверное, еще когда совсем маленькая была на какие-то, по-моему, соревнования. В другой город мы ездили. В Астрахань. Ну, недалеко, в общем, от Лугограда. И всем отрядом ездили. Ну, командой своей. Я же занималась спортивной гимнастикой. Но вот это давно-давно было. Когда я еще маленькая была. До 13 лет. Ну, не помню точно, когда. Так что, можно сказать, это моя первая осознанная поездка вообще в поезде. Там поезд уже тронулся какой-то. Мы еще стоим. У нас попался старый плацкарт. Розетка. Одна единственная розетка, которая не работает, да? Нет, не работает. Черт, беда. А у меня нет розетки никакой вообще. Все, поехали. Это Волга как раз, да? Нет, Волга дальше. А, это Казанка? Ну, наверное, заливчик еще такой. Или заливчик, правда. Все, отъехали. Снег еще лежит везде по бокам. Лед, говорят, только начал таять, поэтому немножко прохладнее стало, ветер сильнее. Река, ну что за река интересная? Можешь открыть карту, чтобы найти свое местоположение. Сейчас посмотрим. Красота, да? Красотища. Там, когда их буловят, вон. Рыбаки сидят за мостом. Не видно уже скот там. Закон. Сейчас, ты скажу, что это. Google просто открываешь и смотришь. Или я не раздумываю. Это как раз Казанка. Казанка? Какая большая. Да, это Волга, мы проезжаем через Волгу. Это Волга. Вот она широченная река какая-то. Мы, получается, проезжаем Зеленодольск. Красиво. Зеленодольск. Зеленодольск. Интересно, кто-нибудь вонит в Зеленодольске? Покажи мой обед. Сергей тут обед. Обед. Ярочка. Деширага. Две сосиски. Я пока кушать не хочу. Про розетку мы сказали. Да, нет. Это повербанк у нас всегда вручают. Да, мы всегда заряжаем по банку перед любым отъездом. Вот у нас заряжаются тут телефончики. У нас пока еще ловит хорошо интернет. Не пропадает. Поэтому я даже успела пост сделать про коррекцию зрения. Кому интересно, у кого есть какие вопросы, можете там задавать, писать. Я прям вроде все очень подробно описала. Мне даже символов не хватило, чтобы хэштеги поставить. Вот максимальное количество символов не хватило в гости. Молодец. А вот тут лед с Волги сходит. Интересно. Льдинки плавают. Сейчас подниматься вода начнет. Говорят, следующая остановка у нас будет в каком-то поле, где пасутся козы. Мы там будем долго-долго стоять. Я немножко поспала в поезде. Мы приехали на какую-то остановку. Вот в лесочек полпоезда тоже вышло. С нами вместе просто свежим воздухом подышать, ножкой размять, походить. 20 минут можно походить. 20 минут будем тут стоять примерно. Потом дальше поедем. Сколько мы в пути уже были? Часа три? Часа три. Где-то ехали. Тут там течет так интересно. Это что такое? Секрет. Нет, тут туалета нет. Это наш вагон. Под чайником. Что-то из вагона выливается. Сержки там осталось стоять, я решила прогуляться, ножки размять. Там просто все вышли курящие и стоят, дымят, 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 дымят. Все, мы остановились по Ульяновску. Сейчас выходит много людей. Ульяновску привет. Посмотрела издалека на город. Много высоток. Мы тут будем стоять 32 минуты. Вышла на улицу, а там так холодно. Сержки там стоит. И я зашла обратно. Там еще ветер. Чуть-чуть постояла и зашла. В вагоне тепло, хорошо. Долгая остановка здесь, в Ульяновске. И еще одна будет долгая остановка в Саратове. Там будет аж 48 минут остановка, но это будет 5 утра. Поэтому, скорее всего, мы будем спать. Может быть, и выйдем тоже подышать воздухом. Но 5 утра тоже будет холодно. Куртку нужно будет доставать. Мы с Сергеем взяли два боковых места, а тут никого нет. Не тут, нигде. Одна женщина тут с нами ехала на всех этих трех сиденьях. Одна женщина была, но она уже вышла как раз в Ульяновске. Может быть, кто-то еще сейчас придет. Посмотрим. 32 минуты еще может кто-то подселится сюда. Ну да. А ну теперь у нас. Такой вот этот прибор для наливания кипяточка. Настя ни разу не пользовалась, поэтому я... Сержки мне показывают, как этим пользоваться. Вдруг он уснет, а не захочет чай попить. Поворачиваю. И кипяточек. Но... Температура. Отлично. У нас прям тут радужком. А туалет с той стороны вагона я еще туда не ходила. Далеко идти. Поезд какой-то приехал тут большой. Это уже современный. Хоть более современный вагончик. Сергей говорит, что у нас вагончик не современный. Какой-то старый. Я говорю, да уютный вагон. Обычный. А он говорит, нет. На розетке, правда, вот не работает. Эта розетка не работает. А вон та работает, там и телефон стоит. На зарядке. Давай, покажи, что мы взяли с собой в поезд покушать. Мы, правда, уже немножко съели. Что Настя взяла? Я взяла в ближайшем магазине. Волку. Да. То, что можно заваривать в поезде. Сосиски. Яблоки. Одно я съела. Еще один волк. Еще одна. Я взяла две таких слоечки. Еще один ролк. Это я случайно взяла. Я просто подумала, что я одним наемся, а Сергей одним не наестся. И вот ему два взяла. Себе один. Потом две вот таких булочки взяла с маком большие, шоколадные. Сосиски. И два вот таких вот доширака, чтобы была тарелочка и вилочка. Молодец. Хозяюшка. Да. Сейчас хочу какой-нибудь булочек скушать. Наверное, вот такой с сыром. Ну и чаечек у нас был. Кружечка вот такая из смотри-клиника. И вот такая вот кружечка, которую нам подарили. Вот. И еще у нас вот такие вот вкусняшки, которые я утром показывала. Последняя осталась. Моя. Да вы что ли еще? Паролтона. Паролтон? Заваривай себе. Взяла камеру. Хотела красиво снять закат, как солнышко садится на фоне города. Только камеру взяла, так сразу мы уехали в какие-то гаражи. Там такой красивый вид был на город, высотки и вот солнышко вдалеке. Все, мы поехали из Ульяновска. Едем дальше. Мы едем по какой-то горке. Тут, смотри, все, окон. Не знаю. Сейчас кружку так поехала, чуть намного дубок не выливает. Она вот так ехала, ехала, вот здесь уже не поймал. Не, ну реально, прям там высоко, а тут низко. Красота. Жалко, окно грязное. Так, не рассеянно что-то, что это, как вы рекомендуете науканьку. Как вот сделать фокус? Не на глязи окна. Там двойное стекло, и не получается. На втором стекле. Смотрите, там пожар. Притом эта полоса огня тянется очень-очень далеко. Но там по центру лесопосадки, вот там стояла пожарная машина. Мы сначала подумали издалека, что туман, а потом смотрим, нет, там дыма, не туман. Сухая дрова горит. Мы уже проехали, наверное, минут пять, и все еще вот эта полоса огня длится. Такое шикарное, там солнце оранжевое, красивый закат. Не передает камера, конечно, этого всего. Романтика. Да, Сереж? Романтика. Сережка булочку кушает. Чай пьет. Я тут лежу, смотрю на природу, на березки, леса. Берез очень много вот вдоль дороги. Сейчас мы едем очень долго и берез, березы. Домик? О, правда, вон домик. Это целая вот дачная какая-то площадка. Березки здесь все прям одинакового размера. Все было посажено и с этой стороны дороги, и с той стороны дороги. Одни березы. Вообще, березы так красиво смотрятся. Они такие ровненькие, красивенькие, одинаковые. Почему на звуках разе нет берез? У нас есть березы, она так редко встречается. Знаешь, одна там на полгорода. А тут так красиво очень. Я поэтому удивляюсь. Тут у нас редко такие поля увидишь. Может, где-то там и высажены они. Но не рядом с моим полем зрения. А тут елочки дальше пошли. Нам вчера вот такую красивую шоколадку подарили подписчики. Сейчас будем пробовать. Чаечек заварили вкуснющий. Так красиво оформлено, да? С ленточкой, прям подарочной. Открываем. О, поезд тронулся. Мы тут стояли на остановке. Ты видишь это? Красиво. Прям как открытка. Обязательно горький шоколадок. 60% из ПКО. Я люблю горький шоколадок. Я люблю горький шоколадок. Сергей, да, из всех шоколадок больше всего любит горький шоколадок. Спасибо большое. Шоколадку. Красота. Прям жесткая. Поехали. Так, надо. Стакан держать, чтобы не уехал. Ой, мы проезжаем Сызрень. Смотрите, какая тут красота. Широкая-широкая река. Там вокзал что-то вдалеке стоит. Красивый такой вид. Все, сейчас 10 вечера. Свет в поезде только что потушили. Вид потрясающий. А с моим зрением так еще потрясающей становится луна. Там сверху месяц. Да, небе красиво. И огоньки. Вот тут мы приехали в лес какой-то. Г τι? До вечера. Нет.